Психопаты не боятся, особенность, у психопатов нет страха, они реально отважные чуваки, очень, они не умеют бояться, не умеют вообще, их нереально напугать, их запугать не получится, не чувствительный, никакому, защитный механизм выключен. Но психопат может достаточно быть разумным, чтобы не палиться при законе, то есть, например, убить не публично на площади, а втихаря за домом, потом связать человека, расчленить, вывести. Пример, допустим, психопат может убить человека за то, что ему показалось, что он на него презрительно смотрит. А что это он на меня презрительно смотрел? Я смотрел на него, презрительно смотрел, захотелось бы меня убить. Там не совсем паранойя. Психопат не живет мыслью о том, что все его презирают. Он не живет этой мыслью. Он в обычном состоянии идет, и тут ему показывается, что ты смотришь на него как-то не так, и в этот момент ему показывается, что его нужно убить. То, где убивает, расчленяет, закапывает и убивает. Но этот же триггер все равно где-то есть, у него же есть какое-то понятие о не так. Психопат ищет повод, почему напасть. И в поисках повода, для чего напасть, ему показывается, что ты на него косо посмотрел, не так дал сдачу, не знаю, боком стал по поводу него, провел неуважение о чем-то. Его настроение такое, сейчас ему нужно кого-то прибить в данный период. И он найдет на чем-то. Может просто так. А картина следующая будет. Он человек может убить. Потом взять его, скомкать, положить в багажник машины, отвезти его, выбросить в лес. Например, описание реального психопата. Когда он будет вытаскивать этого человека, допустим, женщину жертву, мужчина психопата, вытаскивает эту женщину, тащит в лес. В период перетаскивания данной женщины, у него может появиться желание ее совокупить. Почему бы и нет? Он может трахнуть трубку. Только потом не закопать. Чувствуете, да? Нету ощущений, нету градации, нету морали, нету ощущений, это плохо, хорошо, живая, мертвая. Я хотела спросить, а испытывают ли они адреналиновую зависимость? Да, да. Более того, психопаты, они такие скучающие люди. Психопаты не способны работать на работе рутиной. И все своим чередом, шаг за шагом, размеренно. Им нужен постоянный драйв. То есть они постоянно ищут приключений, кача. Им нужно попасть в какой-то контекст, кого-то зацепить. То есть примеры психопатических личностей. Он намеренно идет в бар, выходит, пьет стакан виски, потом раскрутит сигару, подходит к произволе другому мужику, ему в лицо дует. Они выходят, дерутся, потом дальше идут бухать и так далее. Это пример акцента психопатического. Им нужно раскачивание. Понимаете, что не все психопаты будут убивать, насиловать. Вообще. Некоторые будут испытывать просто потребность таких постоянных шоковых, резких, взрывообразных адвиновинов и желания. Чаще. А чем это в таком случае отличается от эстероида? Эстерои тоже к себе может всячески привлекать внимание. Что тоже пойдет кому-то в лицо дымом дунет. Эстероид не дерется. Эстероид не дерется. Ну, получил, так получилось. То есть дону дыма не рассчитал. А вот тут же нужно именно приложение силы, желание именно спроекцировать именно на драку. Когда вы видите фильм «Бойцовский клуб». Ну, всеми смотри, мы думаем. Да, да. Это древний, уже ему лет 16. Когда вы видите пример того, что происходит с главным героем, это вообще не истерия. Если вы видите человека, организующего подобные места, где мужики просто тупо дубасят друг друга, пробуют, чтобы получить ощущение живости. Это даже не у эпилепсии. Это у психопатии. Психопату нужно почувствовать себя живым. И чтобы почувствовать себя живым, ему нужно вот что-то такое постоянно делать. Ух! Да. Хорошо. Возвращаясь, как описывалось, что подошел там… Ну, вернее, там… Сказал… Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Когда рассказывали, что мужчина плюнул, так сказать, где-то вот возле вас, то есть, а у вас была такая вот реакция. Да. То есть, это фактически была истерическая реакция со стороны того… Провокация, да. Да, да. Но он же не знал, какого вы психотипа. То есть, если бы были психотипы, там, я не знаю, там, эпилептоида, да? Там… Там… Я понял. Там не было запроса на драку. Там была демонстрация вот-вот-вот-вот своего недовольства. Да. Он жалкий был. По виду. Когда психопат это делает, он не жалкий. Он намеренно бросает перчатку в лицо. Давай деремся. Сейчас. Тот же провоцировал, чтобы его двинули. Психопат подходит и бьет. А… Психопат не вертит. Вот, давай, давай, ударь меня, ударь меня, ударь меня, ударь меня, ударь меня. Нет. Он подойдет, и тебя двери хорошо. Напрямую. Давай. Ты стоишь. Вот, 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 вот. Только там. А истероиды, они горцуют. Они никогда чаще всего не ударят сами. Они перед тобой будут вот-вот танцевать, пока ты их не ударишь. Вот. Потом, чтобы получить аттисфакцию, я-то хороший, а он меня ударил. Конечно же, и естественно. И истероиды чаще всего они в чистой форме недовольщины. Они не драться с собой. То есть, если он дерется, а у него еще есть эпидептоиды, да? Да. А если он не дерется, там, в комплектации. Конечно же. Да, да, да. Там, конечно же. Ну, а если ему приходится истероиду драться, как говорится, за свою жизнь? То есть, ему подошел там, я не знаю, эпидептоид какой-то, или психопат подошел, провоцировать пуль. Или истероид просто соберется и бежит? Либо он убежит, либо его к нему подойдут, ударят, он сляжется, на этом все кончится. А это чаще фантазия. Истероид, он дерется с кем-то, показывает мастерство кунг-фу какое-то свое. У них не то энергия или это. У них энергия понтов. У истероидов энергия понтов. А у психопатов энергия действия получается. Да, у эпидептоидов, в частности. Потому что самое страшное, ребята, это комплект психопат-эпилептоид. Вот еще и в комплекте. Конечно. Это самое страшное. Самое жуткое, самое страшное, это эпилептоиды-психопаты. Вот, вот так вот. Да, такие люди есть, существуют. Да, да, да. А можно ли, вот, по вкусам, например, если человек любит фильмы ужасов? Нет. И, то есть, спокойно смотрит, ест при этом там, и смотрит спокойно, нет сочувствия. То есть, отсутствие сочувствия, правильно? Это же одна из черт психопатии. То есть... Не критерий фильма вообще. То есть, вот, допустим, это его любимый жанр. Можно сказать, что это человек склонен к психопатии. Пусть он не полный психопат, но какой-то акцент. Если реальная лента избиения кого-то, и убийства кого-то, это одно. А хоплышкая лента – это другое. Вот, не забывай, как в культуре мы живем. Мы уже в культуре в осведении, в СМИ. Надо ересь этого всего. У нас нет чувствительности. Ну, кто-то любит их, а кто-то так. Мы уже фоново привыкли воспринимать те вещи. Тем более, на мысли кормят нас постоянно. Всякими такими штуками. Поэтому чувствительность почти... Если у одного человека, который никогда не видел эти вещи, покажет, там истерика. Мы привыкаем. И да. Психопаты женятся? Да. Заводятся? А если они ничего не чувствуют? Психопатам нужны эмоции. И сейчас они женятся... Чтобы издеваться? А через какое-то время он будет делать другие вещи. Браки могут быть долгосрочными. Скорее всего, конечно. Чтобы жениться на человека, тоже нужно создать какую-то атмосферу. Обычную ячейку семейного не создаст. Обычную. Я имею в виду истинный психопат. Акцентуированный? Да. Может. Пример акцентуированного психопата. Это, к примеру, люди, работающие в армии военных сил. Например, допустим, человек. Семья. Жена. Дети. Которых любит. Обожает. Животничает. Но каждый день уходит на работу. Он садится за компьютер. Через компьютер он управляет дроном. Дрон этот бомбит поселки в Афганистане. Дрон бомбит, и там умирают десятки людей. Он садится, кликает мышкой. Бомбы скинуты. Люди погибли. Разорваны в клочья. Он выкрывает компьютер. Идет домой. Пьет пиво. И целует свою дочку в лоб. Милую, когда встречают. Он начинает любить. Понимаете, о чем такое дело? Это психопатия. Специфическая правда. Дистанцированная. Есть люди, которые могут сочувствовать только тому, что рядом, близко. Я не вижу буквально, я и не сочувствую. Понимаете? Там же тоже живые люди. Да. Точно так же. Дети. Да, конечно. Смерти реальные. Смерти. Стабильный психопат, который находит выход в свои эмоции. Он может в социуме жить, все нормально, то он находит это место. Психопату всегда нужен кто-то, кто будет жертвой. Всегда. Более-менее постоянно. Обязательно. У психопатов нет периода зачишей. Рядом всегда с ним жертва. Вопрос глубины жертвенности, говорили. Да. Я просто вот тоже хотела сказать на тему социализации. Много же примеров психопатов, у которых была семья, жена, дети, которые не подозревали. Чикатило была. Естественно. Конечно же. Чикатило. Препростовый семьянин, человек. Есть передашевревание, пробуждение. Например, Чикатило и не только него. Это периоды, то что в детстве тяжелейшее углубление, тяжелейшее насилие над ним. А потом переключение его реверсивной реакции. Психопат может быть активизирован в определенном периоде времени. Иногда эти вещи начинаются с детства и идут по чуть-чуть. А иногда глумятся, 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 а потом он не буквально мстителем становится. А его просто переключают хаотично, спонтанно начинают мстить всяко. Над Чикатило издевались дети, когда он уже взрослым был. И формально на сознательном уровне у него не было желания мстить детям. Как его история убийств началась? Он просто был и шел по параллельному пустырю и дошел в дом. Увидел девочку ведущую. Он девочку подозвал и решил с ним просто поиграть. Он почему-то взял и начал ее тискать и потом руку сжимает на шее. Он не хотел ее убить, но его рука начала сжиматься. Он ее задушил. Когда он задушил первую девочку, он почувствовал небесыдное облегчение. Он даже когда убивал первую жертву, не думал, что ее убьют. Это само собой. Эта энергия агрессии выходит таким образом. А мстители они намеренно планируют. У них есть параллель, у Чикатило ее нет. Формально дети издевались над Чикатило, и Чикатило убивал детей. То есть он как бы выливал на образы ключевые определенную энергию. Он сознательно мурман, у нее было понимание, почему он на ней просто кайфовал. В глубине есть правила. Психопаты, они не действуют спонтанно. У них нет хаотичных действий. Любые люди, которых они убивают, на них есть определенные проекции. Просто психопат эти проекции не осознает. Он полностью бессознательный. А мститель их понимает. Он понимает почему. Он знает, меня мучили, пытали, поэтому я этих ублюдков накажу. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нет, психопат не полицейский. Ему просто нравится получить удовольствие. Психопат бессознательный. Он не контролирует свои эмоции, свои чувства. Он одержит потребность отреагировать. Что то, что в нем? Я в нем много, очень много. Я перескакивал неоднократно. Вопросы еще какие-то? Вопросы я смотрю на Светлану. Для меня, в принципе, вот это вот рассказы про страдания и про все остальное, у меня вообще кожная реакция появляется. Хорошо говорят, что большинство психопатов – это основные мужчины. потому что тестостерон принимает участие непосредственно в этих процессах. Исследования американские говорили о том, что в среднем статистика психопатов – мужчин и женщин – пять лет назад. Но вообще какое-то время данные исследования были подвергнуты критике, потому что обнаружилось, с большой вероятностью, женский уровень психопатии, мягко говоря, недооценит. Из-за чего? Женская психопатия находится чаще всего на незримом и вербальном уровне. Когда мы оценивали психопатов, чаще всего оценивали людей, которые мучают, пытают, насилуют. Так вот, физическое агрессии применяют и насилие применяют сексуальные мужчины, конечно же. А женщины чаще всего, они мучают по-другому. Поэтому их насилие, скорее, а – недирективно, и б – вербально. Поэтому представления четких критериальных нет, но современные люди говорят о том, что у женщин не меньше, чем у мужчин. Они более скрытые, более заболеолированные, более неявные. А мужчины – неявные, наблюдаемые, ясные, сразу видно, кто это. Женщина может очень длительнее, период времени скрываться, не давать возможности почувствовать. Трудно понять, а человек получает удовольствие от этого, либо нет. Например, приходит ко мне пациентка, вечно 55 лет, давно уже было, не 5 лет. У нее муж генерал, летчик 50, у них очень тяжелое время было, он ее много бил. Она его много-много эмоционально надевалась. Она приходит ко мне и говорит, недавно супруг, он поломал руку по метро, я к нему побежала, спасала его. Выстраивает образ святой, спасительница помогает, спасает супругу. Но когда она проговаривала, я же ему говорила, чтобы он этого не делал и не делал, так он пошел и сломал руку. Реакция мимическая. Чувствуете, да? Удовольствие. Я ее поймал, оп, она стоит, это сейчас удовольствие. Так. Это пример завуалированной скрытой психопатии. Она ловится на уровне невербальных. А как она отреагировала? Да, категорическое отрицание, категорическое отрицание. А когда, через какое-то время, через парочку месяцев она пришла ко мне на терапию. Она же к вам пришла? Да, она ходила ко мне два года. На групповой терапии я ее улечил в том, что она причиняет боль и вред своей дочке. И говорит, вы понимаете, что вы на самом деле то, что вы с мужем устраиваете, вы постоянно ходите ко мне и жалуетесь, что вы несчастная, вы страдалица. На самом деле единственная, кого вы пытаете, это свою дочку, которая рядом. Знаешь, что она сделала в этом? Она пошла к дочке и сказала ей, что я ее публично скрыл. После чего эта дочка преследовала меня, как плохого терапевта. Это то, что делают психопаты, будучи улеченными. Если ты их улечишь, то что они такие моральные психопаты, которые маскируют церковь. Я святой, 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 святой. Бойтесь людей, которые маску святого надевают. За детенными людьми психопаты сидят чаще всего. За женщинами, да? Особенно. Мужчины редко вижу волосы святых. Редко. За образами святых. Мужчин крайне у нас редко прячатся на этой области. А женщина часто такая, святая, тянет семью, все для других, помогает, спасает. А они вот... И при других, наверное, в образе жертвы, да? Да. Обязательно. Я жертва, я спасаю. Они чаще всего привлекают внимание, что я страдаю, во время моих страданий. Я страдаю, страдаю, глядя на это. Только покажешь им, на самом деле, это не ты страдаешь, а это ты пытаешь кого-то рядом. Вероятность того, что тебя попытаются пристрелить после этого, очень большая. Они делают это. Да, меня полгода пристрелили. Я не ожидал таких феноменальных реакций. Ну вот, да. Но я узнаю, какие вещи происходят. Психопат, такой моральный, будучи увлеченным, пытается уничтожить терапевта. Да, да, да. А чем закончилось? Потеряли интересы? Ну, 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 ну. Поскольку давно, что да? Я занимаюсь каратэ. И не только нет. Я пойду на каратэ. Специальный курс для терапевтов, чтобы защищаться от слушающих бабок подобных, которые отакуют. Ну, да. Это поначалу. Если чем-то неестественным, потом рано-давно входишь в раш и понимаешь, что такие пациенты появляются. Такие появляются. Такие появляются. Раз в годиках в два, в три именно таких, что преследовали. Ну, не появляются. А могут они театрально обижаться? Вот прям театр, такой высший пилотаж. Манипулятор. Мы манипуляторы. Да. Сейчас еще пример. Еще один пример девочки. Эта женщина, когда нападала на меня. Она подговаривала. Потом, что я тварь, сукин сын. Какой ее. И так далее. Другой пример. Другой пример. Сестра одного знакома. Пришла ко мне. У нее два супруга, свой сынник, а висельник. Два супруга. Висельники. 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 Доплики. Вот. Работа с ней была уникальный опыт. Потому что я сам, после каждой сестры, хотел получиться самоубийством. Но реально так. Хотя женщина очень красивая, симпатичная. Так вот. У нее драма. Она влюблена мужчину. Мужчина живет в Белгороде. Он врач. И у нее есть жена. И она в течение уже долгих лет живет треугольник любовным. Вот. Она, этот мужчина и его жена. Она ходила ко мне месяца три-четыре на терапию. И мы обсуждали эмоции, связанные с тем, что она любит того мужчину. Но она не может быть с ним. Нашли моменты, когда она уже отправляет этому мужчине сообщение по вайберу. А он не отвечает ей. Блокирует ее. И просто написать прошлый ответ. Я ей говорю, Оля, ты же понимаешь, то, что он тебя заблокировал и не отвечает, это о том, что он не хочет отношений с тобой. Ты это понимаешь, осознаешь, что это все. Стоп. Осознаешь это? Знаю. Не только серии до этого. Почти всю терапию, всю терапию, она жаловалась, какая ее мама сучка и как она ее унижает. Мама доминантная, агрессивная, ее унижает. Она, она жертва перед матерью. Тут я говорю ей, этот мужчина, он тебя бросил, говорю. Отдавай себе отчет. Терапия может приводить человека к реальности. Отдавай себе отчет, что он сейчас тебя бросил. Это даже не выход в онлайн. Это блокировка номеров. Знаешь, что она сделала в ответ? Когда я заакцентировал внимание, что он тебя бросил. Она пошла к своей матери, которая тоже была моей пациенткой до этого. И начала говорить ей, что я, с естественной терапией, на нее ей говорил гадости. Что я убеждал Ольгу нашу, что ее мама сучка. А мама поверила. Это терапия, ребята. Пациенты не просто перекручивают, а не говорят другим людям диаметрально противоположные вещи. Только с желанием причинить терапевту максимальное страдание и повреждение. Только когда... Что вы делаете? А что я сделал? Я просто уткнул человека в правду. Как только психопата тыкаешь носом в правду, он что делает? Учит себя убить. Помните о этой женщине два мужа висельника? Помните? Они, видимо, сказали правду, да? Да. Два висельника. Это пример как-то психопаты реагируют. А может психопат как-то сублимировать свою психопатию и оставаться в рамках... И это объект называется социопатия. Называется социопатия, хотя у разных исследований... Иногда психопатия и социопатия, они уравниваются. Я играю сторонником интерпретаций. Психопатия не рамочное поведение, социопатия рамочное поведение. Что такое рамочное поведение? По большому счету я играю по правилам. К примеру скажу. Я коп. И я могу преступника хорошенько двинуть, если он, не знаю, нарушает закон. И вот, если я вещичек нарушаю, я могу двинуть. Теперь его бью. Ну вот, когда Баба Богдан рассказывал мне историю о одном своем коллеге из диражерного зала, который там коп, что делает, избивает кого? Регулярно. Он вспомнит. Человек, который регулярно допрос ведет. А, следует. Ну да, надо принажать. Берут какие-то нариков какого-то еще. Пьют, дубасят, кровью истекают. Регулярно. Если ты можешь у меня допрос-то сделать. Так он эпилептоид, он виноватый потом. Он идет потом в детский дом, деньги отдает, деньги отдает. Иисуса себя набивает, кресты, и он такой виноватый, виноватый. А дозор говорит, ну так это нормально. Да, еще опасные люди видят с религиозной струйовкой. Особенно христианство религиозной струйовкой. Если вы видите купола... Нет, купола это другое. Да, купола еще и другое. Я имею в виду религиозную тематику. Ангелы. Да, да, ангелы у него. Я мази, но все спины. А? У меня в отца божья мази, но все спины. Божья мазь, но все спины. Я его два или три раза сидят. Да, да, конечно, естественно. Это говорит о том, что человек совершал какие-то интересные вещи. Ну вот, да. Это масло, только прикрыться раньше. Или компенсация. Может, так он же вину так разряжает. Но он с Иисусом. Там можно говорить о профилях дополняющих. Эпилептоиды и психопаты очень часто. Да, он эпилептоидный запец. Да, эпилептоидно-психопатичный. Если ты работаешь в такой работе, там нужно быть эпилептоидом-психопатом. Не просто эпилептоид. Просто эпилептоид, он будет скорее тяготеть к религии в чистой форме, в медитации. А такие набивают купола. Набивают Иисуса и прочие интересные вещи. Такие выглядят. Они продолжают бить, делать такие за собой что-то. А без психопатии там всё по-другому. Как-то всё более мягко. Эпилептоиды, они циркулируют между причинением вреда и созданием вреда. Если вы видите церковь, выстроенную новенькую какую-то, знаете, чаще всего она выстроена на некие эпилептоиды. Я вам более так скажу. Религии держатся на деньги эпилептоидов. Вот так, как вам, а? Нравится? Спасибо. Да. Да. Любая религия на финансовом уровне поддерживается на бабло эпилептоидов. Потому что самые крупные деньги дают именно они. В благотворительной форме. Да. Это они. Только эпилептоиды могут очень большие суммы. Детям спасать. Помогать. Детские дома строить. Вытаскивать. Дерьма. Знаете, чаще всего жизнь у него, одна часть жизни он по шлюхам и кого-то прибивает. А другая часть жизни, вот я честно скажу, я не буду комментировать фамилии, но я знаю количество людей, известных миллионеров города Харькова политиков, которые очень большие медицинаты. И любят давать другим публичные выпендриваться, как они дают другим, бедным, несчастным деткам. Ребята, там исследуя определенные семейные системы. Некоторые такие люди были, мои пациенты. Там, к примеру, на поверхности человек деткам помогает, лечит, строит. Но у этого человека внутренняя мини-армия, вышибал, которого мучают, пытают, там, делать удивительные вещи, так называемых инкассаторов. Вот такие инкассаторы, да? Ребята такие, психопаты отъявленные, которые по запросу любого человека с любой точки города вынимают, запихивают багажник, заводят в лес, вот-вот пытают, пока человек не сделает необходимое. И содержат данных людей, люди, которые с другой стороны, деткам помогают, выдерживают, мы же, 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 помощь, мол, да, да, да. И заметьте, это самые известные политики города. И так помогает деткам, и так выпендривается с помощью, как он делает одно, другое, третье. Зная за каждым выпендрежем, стоит, скорее всего, пытки, жестокие, чаще всего, жестокие, пытки и убийства. По крайней мере, у нас, я не говорю, в Америке, Европе, там люди чуть-чуть в другом балансе совести, где, может быть, делать для города что-то нужно для этой страны. А у нас, чаще всего, люди, которые именно демонстративно показывают, что они делают что-то, чаще всего, у них есть бэкграунд специфичный, где они жестоко мучают, пытают кого-то, жестоко изменяют кому-то. Тоже самая семья одного известного политика города Харькова. На поверхности религиозный, религиозный, очень религиозный человек, очень семейный, с ценностями родителей семьи, в параллели. В параллели, каждую неделю у него толпа блядей, и причем поставленный конвейер. Алкоголь, наркота, толпа блядей. Семья, религия, ценности на поверхности в глубине дикая адская миссия. Вот. Или кто это? Или психопат. Кто? Скажите, значит, это можно считать маркером психопатии или социопатии, когда человек вот такой, радикально фанатичный в своих религиозных каких-то вот этих вот проявлениях демонстративных? А когда это... Ну, есть некий программ, значит, который он маскирует. Эпилептоид ударит, а потом будет каяться и обещать себе, что никогда больше не будет, а потом снова ударит. А эпилептоид-психопат ударит, чуть-чуть его может быть как-то немножко не так, слегка как-то вот, но потом снова ударит, и он мотивирует свою систему достижения тем, что это надо делать. Он не будет каяться. Он будет срываться, убивать, как, например, инквизитор, например. Убивать ведьму, убивать, 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 убивать. Это да. Все я делаю правильно. Ну, вы сейчас говорите, я так понимаю, больше о мужчинах. Да. У женщины эпилептоиды, психопаты, как бы, есть такое? Куча. Естественно. То есть иконы молятся, там что-то как-то, это такое проявление, там, не знаю, воскресенье всех там собрали, пошли в церковь, вот это вот так. Яркий, яркий критерий эпилептоидных, либо эпилептоидно-психопатичных женщин, знаете, эпилептоидных, либо эпилептоидно-психопатичных, когда вы заходите к ним в комнату, все завалено иконами. Это, знаете, вы имеете дело с как большой вероятностью эпилептоидов-психопатов. С большой вероятностью, если не старушка-сталенькая. Хотя тоже, скорее всего, она тоже имела жизнь. Если вы имеете дело с чистым психопатом, без эпилептоидного, икон не будет вообще. Да, то есть чистый психопат. Не нужно прикрывать. Да, чистых психопатов икон нету, они не верующие, они не скупают вообще. Только эпилептоиды-психопаты они добавляют. А у обычного психопата, у него ничего не будет такого. Никакого. Никакого. 15 лет, который в инстаграм выставляют посты там «Мы дети без будущего», «Если твое умение не важно, иди нафиг», и фото там «Я сатана», «Я что-то». Демонстративное поведение. Это психопатическое? Нет, истерия. Не путайте сатанизм от инфантильного подросткового сатанизма. Есть истинный сатанизм, там где есть ритуал, черная месса, принесение в жертву, девственница. И реально убивают. А есть выпендреж подростков, которые надевают на себя пентаграммки и подписываются в инстаграме «Имя.сатан». Так вот, что-то там «Точка сатан» — это об инфантильном истероиде. О пентаграммках, любые готы, эмо, вся эта тусовка — это истероиды. Это чистые истероиды. Готы, эмо и прочая тусовка — это истероиды. Они милые на самом деле. Они милые и чувствительные ребята. Просто выляют страшненько. Они вот показывают, какие они страшные. Вот кровь любят, сатану любят, там что-то еще любят. Знаете, некоторые из них — 5-10% — там может быть что-то психопатичное. 5-10% — а 95% — это вот вот это. Как из этой них тоже. 5-10% от того, что буквально проявляется, вот это что-то реальное, имеющее отношение к эпилептоидности и психопатичности в чертой форме. А все остальное так. Непонятно что. Скажите, но есть какие-то еще признаки, которыми можно маркировать психопата, кроме того, что он в детстве там убивал животных, например? Да, психопат убивал. Ну а есть еще какие-то признаки, по которым можно внешне определить, что это психопат, не улыбаясь в анамнез его семейный. Да, да, да. Непонятно вроде нормальный. Некоторая затихикает по этому поводу. Совсем недавно высыпал информацию. Оказывается, есть представление о том, что психопаты... Какую музыку любят, как вы думаете? Музыку любят психопаты? Шансончик. Первое, что вы любите классику. Типа Ганнибал, там, не знаю, он разрезает там тело своей жертвы и Бахмет Хойн играет. Да, да, да. По поводу шансонов то тоже нет. Вообще. Были исследования саундтреков, которые люди предпочитают с высоким баллом психопатичности. Рэп. Да, 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 да. Кровосток, да. Да, да, да. Объяснений нет. Просто сообщение. Статистика, да. Собрали данные, провели исследование. А если любят рок, допустим, то это кому ближе? Роке. И обнаружили, что люди любят... Более высоким баллом психопатичным. Психопаты не любят попсу. Психопаты не любят классику, оказывается. И психопаты не любят тяжелый металл. Это самое большое заблуждение. Ты любишь тяжелый металл? Нет. Ну, вообще. Да, да, да. Комментировать подробно не могу. Вот это то, что я обнаружил. Роке. Это больше и стероиды, как правило. Да, да. Перевоплощение, вопленный образ, конечно же. То есть, мучают животных и слушают рэппет, эти маркеры психопатов. А, нет. Там еще есть, еще есть. А мы просто пойдем дальше, я либо переметку сделаю. Давайте... Да, мы сейчас уже минимум час тридцать работаем. Давайте переметки продолжим. Стоп. Камера ставится? Спасибо.